Или мы с вами сегодня сделаем небольшое, но мы его назвали введение фрактальной технологии, ну громко сказано с одной стороны, с другой стороны в принципе это адекватно. Если взять определение фрактала, то это рисование чего-то в разных комбинациях, что имеет какой-то повтор, какой-то элемент, который повторяется в разных модификациях. Но мне это не так интересно, хотя, конечно, любой фрактал очень красив, абсолютно любой фрактал великолепен. У любого фрактала есть явление, которое можно назвать введение человека в некое состояние такой центрированности, собранности, спокойствия какого-то, но это явление давным-давно используется на Востоке. И в принципе любые янтры, мандалы, если слышали такие слова, это тоже в принципе маленькие какие-то кусочки тоже фрактального момента. Мы фракталы с вами видим постоянно в самых разных вариациях природы, бутон цветов. Я часто вот рассказывал, одна из красот, если по экватору, ну на глобусе, помните, где экватор проходит? Вот берете большой-большой столовый нож, вилок капусты и по экватору срезаете качан капусты. У вас будет шикарнейший фрактал изумительной красоты, который просто, ну очень сказочный, он очень красив. Тоже фрактал. Вот это само слово появилось не так давно, по-моему, 19 век, либо конец 18-го. Я подзабыл немножко возникновение этого слова. Но как раз вот взяли с какого-то латинского слова, где это означает какая-то раздробленность, какая-то частичка, ну а взяли в определение математики, геометрики, когда вот выстраивается что-то, ну например, треугольничек, к нему три треугольничка, к этим трем треугольникам еще три треугольничка. И все это вот так вот постепенно-постепенно образуются красивые розетки, красивые узоры, орнаменты. Самый, наверное, великолепный фрактал для жителей северных районов, о котором я очень скучаю, кстати, по этому фракталу, это морозные узоры на стекле. Вот это, ребят, просто, ну, это сказка фракталов. Тем более, что, если вы помните, не бывает повторных мазорных узоров. Морозных узоров. Они очень разные, они всегда в комбинациях очень неимоверных. И это, наверное, один из самых красивейших фракталов, построенных на треугольничках. Все снежинки – это элемент треугольничков. Вот и шестигранная вот эта вот снежинка, шесть лучей снежинки – тоже фрактал. И тоже очень красивый такой элемент как раз вот этих треугольничков. Ну и как бы постепенно вот так вот погружаясь во фракталы, я буду про них что-то еще рассказывать, пока мы их будем тоже с вами выполнять уже на нашем листочке. Я, конечно, возьму попроще некоторую часть. Ну, во-первых, у нас с вами будет три цифры, которые будут гулять и всячески взимодействовать со фракталами. С фрактальными этими последовательностями. Эти цифры будут непростые. Ребят, я их рассчитал по формулам. Формула, в принципе, секреты не представляют. Это формула золотых сечений. Я взял три значения, которые между собой находятся в золотых соотношениях. Вот три. У нас с вами будет 32 миллиметра, 52 миллиметра и 85. Вот эти три циферки мы будем с вами варьировать в наших комбинациях. Мы о них еще поговорим и даже начнем нашу работу с того, что мы эти три циферки отметим сначала на нашем листочке, чтобы у вас было лекало. Мы уже называли вот эту нашу встречу как введение в то, что мы будем делать уже впоследствии, ребят. Но, как бы, если говорить немножечко уже забегая вперед, сама фрактальная технология так устроена, что она действительно вводит некое гармоничное ощущение. Особенно, если она построена на золотых сечениях, на золотых пропорциях. Это одно из воздействий, одно из побочных явлений, скажем так, очень хороших и очень позитивных. Кстати, вот тоже вот у нас сейчас хризантемы пошли, пара хризантем. Очень много цветет хризантемок, ребят. Тоже фрактал. Вот фракталы вам, пожалуйста. Один элемент в разных размерах. Их много, их так прям очень-очень. Вот сейчас у нас все садят хризантемы. Как раз ноябрьский период у нас как раз хризантемный. Вот он у нас будет до середины декабря идти. Вот поэтому даже цветы несут себе вот этот слепок фрактала. И очень красиво. И в нашей уже встрече большой, где у нас будет очень большая последовательность фракталов, мы как раз уже будем использовать и через длительное воздействие этой гармонии на наши глазки. Будете сами наблюдать, что будет происходить. И как бы вот их действия, когда вот идет какой-то длительный период, происходят гармонические процессы. Ну, получается, из нашего внутреннего пространства оно переходит во внешнее. Вот как бы тоже эту динамику очень красиво можно наблюдать. Ну, давайте от слов к делу. Потихонечку сейчас перейдем к нашей начальной форме черчения. Я переключаю камеру на другую. Так, птицы у меня что-то оживились все. Птицы любят, когда что-нибудь такое хорошенькое начинается. Так, сейчас я камеру наведу. Тут у меня тоже несколько признаков хризантем. Галла принесла. Ой, это у нас терновник или... У нас весна цветет. В общем, у нас вот веточки вот эти цветут. Сакуры начали цвести. Вишенка. Они не заканчивают. Ну, они не заканчивают, да. О, настроилась камера. Успела. Ну, если не шевели... Да, вот, ребят. Очень красивой красотой поделимся с вами. Они у нас цветут. Цветут много. Да, это странное явление. Так, я сейчас пока цветочки отодвину. И мне еще обращусь. Кстати, да, вот у меня тоже фрактальчик один упал нечаянно. Вот тоже фрактальный элемент. Все приборы, как сказал, неправильно сказал, приборы природы в этом плане. Все элементы природы, ребят, построены по золотым пропорциям, золотым сечениям. Математики их давным-давно нашли. Еще в греческие времена и доегипетские всякие разные. Вот сейчас это используется везде в архитектуре, в дизайне и так далее. Все, что сделано по этим циферкам, оно гармонично и считается красивым. Вот поэтому любая красивая вещь изначально себе это все содержит. Просто были любопытные товарищи, которые решили посчитать. А почему это красивое-красивое? Ну и насчитали. Итак, первое, что я запрошу. Так, красоты пока отложу в сторону. Итак, ребят, вот на краешке нашего листа с помощью линейки, ну и, соответственно, карандашика, я запрошу отложить три циферки. Всего три цифры, первая из которых будет 32 миллиметра. Что-то куда-то я карандаш делал. Так, сейчас пока. Вот прямо от краешки, от самого края. 32 миллиметра. Попробуйте быть максимально точными. Вот это расстояние 32 миллиметра. Вторая циферка. Она будет золотая к этой циферке. Она будет звучать как 52 миллиметра. Вроде бы даже, как будто бы даже очень подобна. Вот это вторая. Два этих отрезка между собой в золотом соотношении. И третья цифра, которая к этим двум и каждому из них, соответственно, тоже золотая, это 85 миллиметров. Вот нам эти три цифрики будут нужны. 85. Будьте внимательно точны. Очень так прям осторожненько так все это делаете. Прям так вот четко-четко-четко. Можно циркулем отмерить, можно по линейке тоже. Я тут по привычке взял сразу циркуль отмерять по линейке. 32, 52, 85. Интересно, правда, что ли? Ух ты, магия. Получившиеся три отрезка похожи друг к другу. Но у золотых сечений такое бывает. Вот этот отрезочек вот отсюда похож на отрезочек вот отсюда. Это не просто так. Вот. Ну и полетели, ребят. Сейчас нам нужен будет циркуль. И с помощью циркуля мы сейчас сделаем наши первичные простые конфигурации, по которым начнем делать вот эту всю раскладочку всех этих элементов. Я вам предлагаю взять сразу 85, самую нашу третью. Давайте, знаете, для простоты я сейчас так обозначу. Первый размер, второй размер, третий размер. Вот три размера. Вот. Сейчас берем наш третий размер, самый большущий. 85 мм. 85 мм. Постарайтесь быть точны. Вот. Это довольно такой будет большой. Ну, где-нибудь в любом месте. Но только так, чтобы этот циркуль не вылетал за пределы вашего листа. То есть, чтобы он в любом случае у вас был в верхней части вашего листа. Ну, если так располагать листочек. Если вот так вот, то вправо или влево. Тоже разница не играет большой. Обязательно себе обозначьте точку, в которой была ваша лапка циркуля. Чтобы вы эту точку не потеряли. Чтобы эта точка у вас была. Чтобы она вам потом помогала. Так, сейчас я вот эту точку в точку. Вот. Следующий элемент, который я вас прошу сделать. Тоже несложный. Этим же циркулем, этим же размером. Я вас прошу поставить следующее такое движение. Только проверьте, чтобы вы не сбили циркуль. Ребята, на всякий случай, чтобы он был у вас 85. В любом месте вашего круга, абсолютно в любом, поставьте маленькую черточку карандашиком. Точечку, соответственно. В любом месте. Вот я поставил ее вот здесь. И от этой точечки в оба края бросьте в одну сторону засечку, в другую сторону засечку. Мы сейчас как бы будем делить этот круг на 6 частей. Вот сейчас получилось 2 части. А дальше от каждой засечки еще раз аккуратненько чиркнуться. Вот тут немножко. Вот здесь чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Вот с как бы одним и тем же вот этим радиусом получается. Это радиус. Можно их себе отметить четенько, чтобы вы их не потеряли. Эти черточки. Можно как точечками их отметить. Можно их как черточками. Этих радиусов в этом круге получается 6 штучек. Но нам из них будут нужны не все. Нам нужно будет только 3. Вы можете выбрать те 3 абсолютно любые точки в любом повороте, чтобы они образовали между собой треугольник. Вот, например, такой треугольник. К примеру, вот у меня вот эти точечки. Вот либо в таком положении. Комбинацию, ребят, предлагаю вам любую выбрать. Любое положение вот этого всего рисунка. Оно не играет в последующие наши роли на дальнейшее построение. Можно вот такой сделать треугольник. Вот это будут равносторонние треугольнички. Вот. Его надо будет отчертить. У вас будет треугольник, вписанный в круг. Опаньки у нас еще подошли. Вот. И любое положение, которое вы выбираете, прочерчивайте этот треугольничек, чтобы он у вас был равносторонний. Вот такая правильная фигура. Красивый такой тригон. Вот. Теперь из этого же центра, который у нас был в начале, второе значение, второе наше измерение, вторая циферка. Из этого центра я вас попрошу сделать еще один круг. Он у вас будет тут внутри. И заодно сразу же тут же, ребят, еще разочек. Давайте еще сделаем круг еще и первого измерения нашего. Напомню, первое измерение у нас 32 миллиметра, второе 52, третье 85 миллиметров. Вот. Круги сами по себе уже будут подобны. Еще и в таких пропорциях, которые золотые друг дружке. И вот этот наш третий круг, который мы изобразили здесь, выполненный первым нашим измерением, такой же круг я вас попрошу поставить каждой вершинке вашего треугольника. На всех вершинках по такому кружочку. Где-то, возможно, у вас будет он выходить за пределы. Ничего, пусть выходит. Где-то он у вас соприкоснется со второй сферой, где-то он немножко слегка-слегка за нее заступит. Тоже ничего такого. Вот. Наша комбинация сейчас будет усложняться все больше и больше. Будем делать ее все сложнее, сложнее. Пока она такая вот несложная. Давайте пробегусь еще разочек. Большой наш круг, сделанный нашим третьим измерением. На нем мы строим этим же радиусом шесть точечек, чтобы из них выбрать только три, которые образуют нам треугольник. равносторонний. На его вершинках, вот этим измерением, которое у нас самое первое, мы делаем вот эти вот небольшие круги, он же в центре. Второй круг, второе измерение мы делаем внутри. Еще одно колечко. Вот такая начальная наша построечка. Наблюдайте, ребята, что будет происходить у вас внутри от наблюдения того, что мы сейчас будем усложнять, усложнять. Пока еще не так все сложно. Пока все так довольно, я бы даже сказал, просто. Пока, пока еще. А дальше смотрите, что я вам предлагаю дальше. Берем второй наш размер, второе измерение, то, которое 52 миллиметра. Постарайтесь взять его максимально точненько. Конечно, только очень хороший инструмент позволит брать вам точные размеры. Вот. И от каждой точки, которая у вас образовалась вот на самом большом кругу, с этими вот вершинами нашего, на вершинах треугольника, сделанной вот этим первым нашим радиусом, вот этим первым, я вам предлагаю сейчас с каждой стороны в одну сторону кружок бросить и в другую сторону тоже вот с этой вот точечки тоже сделать такое вот умножение небольшое. Это вот будет такая, сейчас будет у нас с вами почти калейдоскоп будет получаться. Вот. Давайте еще разочек. У меня еще возможность есть два раза повторить это. Вот мы сделали этот круг на вершине, сделанный вот этим первым размером. И там, где он пересекся с большим кругом, вот туда мы кладем нашу иголочку и вот этим радиусом, который второй, второй наш радиус. Вот такая будет конструкция. Тут главное не запутайтесь. Вот видите, куда я положил циркуль? Неправильно. Вот маленький круг, вот маленький круг, а уже отвлекается немножко голова чуть-чуть. Появилась еще одна линия. Раз. Вот смотрите, ребят, вот круг пересекся, вот она точечка. Постарайтесь попадать иголочкой ровно в центр. Это дополнительно развивает внимательность, аккуратность. Вот. И с третьего. Да, где-то эти круги будут только частичкой своей попадать. Они даже не попадут у нас целиком на картину. Ничего, пусть вылетают за пределы. Тоже будет красивый такой размер. Вот. Будьте внимательны. Собраны. Не уплывайте. Когда мы удерживаем информацию умственную, это совсем другое, ребят. Удерживать информацию ума – это уже такие технологии очень сложные. Потому что ум все время плавает, отвлекается. Удерживать много уровней информации уже гораздо сложнее, чем один уровень информации удерживать. Тут получается уже вон сколько этих кругов. Вот такая. Пока розетка здесь, вас немножечко, 2-3 минутки подожду. Розетка становится сложнее. Представляете, как будет интересно потом ее разрисовывать. Это ж только-только-только-только-только начало. Мы его будем делать не быстро, но разрисовывать это денька на 4, на 5. Можно на недельку удовольствие растянуть. Но это будет очень красиво. А самое интересное, ребят, что у нас обычно мы рисуем, когда картины любые абсолютно нравятся, которые нам особенно, вот эти картины, мы рисуем их чувствами, рисуем их нашими эмоциями. Нам нравится просто, вот мы рисуем. Вот есть еще одна сфера, которую я называл словом ум, ума. Когда от ума рисуешь, вот это все строит ум. Тут как бы вот любоваться этим можно, но создает это все ум. Наблюдательность, внимательность, контроль сантиметров, миллиметров вот этих вот. Это все ум. А наши чувства наблюдают, как это все сложнее, становится красивее. В этом тоже интересно. И это прям так вот тоже своеобразно такая происходит. Ну, особая гармония. В том числе и ум успокаиваться начинает. Следующий шаг, ребят, тоже будет несложный. И вот нам нужны будут сейчас те линии, где ваш круг, уже следующий, более крупный круг, коснулся опять-таки нашей большой сферы. Тут вот две точечки вот эти вот нам будут нужны. Коснулся. Вот тут они, эти две точечки, вот они. Вот и вот здесь вот они немножко, чуть меньшими размерами вышли. Но ничего, тоже вот они вот здесь вот есть. В этих точечках сейчас тоже начнем выстраивать вторым размером. Тоже тем же. Вот второй наш размер. Подобие. То есть смысл, один из смыслов фрактала, чтобы элементы были подобны. Вот раз круг и рядышком еще один круг от второй точечки. Образуется такая интересная, ну, как будто бы буковка О с такими прям бороздочками интересными. Вот здесь тоже вот точка, вот точка, вот две этих точечки. Еще по одному кружочку каждой. Где-то эти круги, само собой, уйдут за пределы нашего листа. Такая более, еще более сложная розеточка становится. Дмитрий, мне непонятно, откуда у тебя двойная вот эта вот линия взялась. Это ошибка. А вот две сферы касаются вот здесь вот этого внешнего большого круга, вот в двух точках. Так. От каждой точки, а я от середины. Ничего, ничего, еще раз повторюсь, то, что я вначале был внимательный, пожалуйста, никакие ошибки не случайны. Я предлагаю то, что сейчас сделали, сделай то же самое на всех сторонах. Ничего страшного, что здесь вот у меня будет по две, у тебя будет по одной, ничего. Так я сделала на всех сторонах. Поздравляю. Поздравляю. Нет, исправлять ни в коем случае. Я уже говорил, избегайте пользоваться резинкой. Попробуйте вот в этом уроке небольшом нашем принять любые так называемые в простонародье ошибки и недочеты. Не бывает ошибок и недочетов, тем более в таких вещах. Ничего случайно не бывает. Это не случайно, что так произошло. Вот копать, почему это и к чему бы это, я бы не советовал, это можно закопаться. Повтори, пожалуйста, последнее построение. Последнее. Вот большой наш круг. Его пересекли наши предыдущие вот эти два круга. Вот с двух точек. Вот появились эти две точечки. Раз, два. Одна из них может соприкоснуться с центральной точкой, которую мы делили, когда круг на шесть частей. Вот другая немножко со смещением. У кого-то могут быть они обе попасть вот в этот центр. Такое тоже возможно, в принципе. Вот. И от каждой этой точки еще раз по кружочку. Так может мне дополнить еще? Нет, не надо, не надо. Не надо, Лена. Много будет. Конечно. Сейчас мы по-другому дополним. Сейчас нам нужен будет первый размер. Первый размер 32 миллиметра, который вот этот вот наш. Тут, конечно, не везде получится сделать этот размер видимым, потому что то, на что я предлагаю вам его опирать, уйдет немножко за пределы нашего рисунка. Но где это будет видно, там я это предлагаю сделать, ребят. В частности, там, где ваши сферы коснулись, ну почти что, вот этих двух кругов, пересекающихся друг с дружкой, вот это пересечение, у кого-то их два. Вот у кого два этих пересечений сделать от каждой точки этого пересечения по небольшому кружочку. Вот, например, один кружочек. Не нажимайте на циркуль, ребят. Смотрите, чтобы ваш циркуль был легонько нажимаемым. Вот второй кружок. Я не понимаю. Вот в этом месте тоже произошло пересечения, но только у двух кругов. Раз круг и два. Здесь только одно будет. Одно значение. Ничего, пускай они плавают, пусть будет там. Где-то у вас будет два таких круга, где-то один. Вот тут у меня, видно, пересеклись эти два круга тоже. Вот эта точечка. Два больших круга, два средних, да? Два средних, получается, у нас. Мы брали второй размер. Вот они у нас как раз. Мы сейчас идем как бы от центра в сторону, поэтому, чтобы вы не запутались, просто мы сейчас захватываем те круги, которые у вас самые дальние, вот самые вот эти вот крупненькие. Вот там, где они пересеклись с соседом, образовалась точка. И от этой точки первым кругом мы еще раз делаем вот эту тут нашу сверку. Ваша розетка при этом будет сложнее, еще больше. Вот тут у меня прямо на самом краешке это образование двух пересечений. Вот прямо коснулось краешка почти что. Тут я сделаю еще один такой кружок. Ой, я сбил немножко размер. Сейчас размер поправляйте, ребят, если нечаянно там задумались. Нажали на циркуль. Бывает, циркуль сместился. А вот там, где это ушло за пределы листочка, конечно, ну, если так очень строго это все делать, конечно, неплохо бы этот листочек положить на стол, который можно втыкать в циркуль, а листочек, как Елена говорила в самом начале, приклеить белым скотчем бумажным. Вот тогда можно было бы найти там, где у вас они пересеклись за пределами вашего листка, оставшиеся точечки. Но я предлагаю вам сейчас немножечко упростить только те, которые вам видно. Вот вы четко их видите. Надо было 3 брать. Не знаю, Лен, может, не стоит. Тогда мы до вторника не управились бы. Вот-вот. Так, а что ты сейчас делаешь? А то же самое. Вот такая розеточка становится уже. Еще более сложная. Да уж. Ну, мы сейчас ее потихонечку завершать будем, ребят. Сейчас я еще раз пробегусь. Тут чем дальше отходишь от центра, тем начинают разбегаться глаза. Обратите на это внимание. Уникальное явление – разбегание глаз. Глаза начинают убегать. Один глаз в одну сторону убегает, другой в другую. Средство от косоглазия. Ну, в общем-то, да. Вот эти работы, они как раз и центрируют нас вот в эту точечку, вот в центр. Вот. Сейчас мы немножечко сюда добавим прямых линий. И наша работа будет готова уже к заполнению красками. Прямые линии я предлагаю, ну, конечно, в первую очередь пустить три луча из центра через вершины нашего вот этого треугольника центрального. Прямо вот из центральной точечки. Может там себе ее обозначить более четко, чтобы вы ее видели конкретно. И прямо вот из этой точечки центральной раз через одну вершину улетели за пределы нашего листа. Прямо в космос. Полетели, 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 улетели. Один лучик, второй лучик. Жих. Сейчас я его продлю. Чтобы был небольшой элемент кристалличности. Третья ось. Наша дальнейшая задача будет очень простой. Раскрасить это по определенному принципу. ум будет контролировать этот принцип. Ну, а душа и чувства пусть получают удовольствие. Для раскрашивания нам будет необходимо любой инструмент, который оставляет какой-то цвет, который вам нравится. Карандаш, фломастер, чернильная ручка, гелевая ручка. Ну, только смотрите, чтобы в гелевой ручке было хотя бы половина стержень с чернилками. Если там уже немножко, не хватит. Я предлагаю, ребят, вам вот в этой работе все-таки сделать это на одной краске. Если сделать это на двух красках, или уж тем более на семи красках, ну, немножко может поплыть крыша с непривычки. Слишком сильно начнут глаза разбегаться. Они так-то начнут уже разбегаться. А тут еще и с красками цветными. Там вообще начинается веселье такое. Поэтому, чтобы так сильно себя не запутать, я предлагаю какой-то один цвет. Абсолютно один. Кто это будет делать красками жидкими? Ну, я предлагаю либо акварельку, либо акрилку. Тонкой кисточкой. Тонкой синтетикой лучше это делать. Она более упругая, более точная, чем колонки, лисицы, белки. Те более такие подвижные слишком кисточки. Поэтому постепенно надо будет подготовиться к краскам, выбрав цвет, которым вы это будете делать. Абсолютно любой, кстати, цвет. Абсолютно любой. Кто будет работать акварелькой, в акварельной красочке надо будет накапать немножко воды или пышнуть кулевилизатором, спрейчиком с водой, либо капнуть. Так, фрактал кистей. Фрактал кистей. Красивый кадр. Тоже фрактал. Итак, выбрав какой-то цвет, который вам, надеюсь, очень нравится, поэтому вы его и выбрали, начнем нашу работу. В этой работе, пока мы это будем делать, наблюдайте внимательно, какие у вас будут внутри происходить, ну, может быть, даже и открытия. Вы сделаете, даже заодно успеете сделать работу. Как меняются эмоции, чувства, какие мысли приходят на ум, какие уходят мысли с ума. Какие вот на ум, какие от ума убегают. Вот. И я предлагаю вам начать работу именно с дальней периферии, чтобы двигаться к центру все ближе и ближе и ближе. Самые дальние наши периферии. Выбираем любой сегментик. И этот сегментик, вот, например, у меня вот он, сегментик, фрагмент моего круга. Вот. Его закрашивайте тем цветом, который вы выбрали. Кто использует акварельку воды, помните, акварелька любит воду. Это ее главное свойство. Водицу чистую, само собой. Акрил тоже. Акриловые краски можно сделать чуть-чуть пожиже, чтобы легко работать можно было с жидкими красочками. Вот. И вот такой вот фрагментик. Можно сделать так, чтобы было скопление краски в одной стороне, потом у нее все меньше, меньше, меньше. Так, в принципе, допустимо, ребят, пожалуйста. Вот. Но теперь смотрите, какое будет хитрое такое маленькое правило. Вот. Следующий фрагментик. красится уже только через одну. То есть одну я оставляю чистенькой. Следующий фрагментик, который вот рядышком находится. И теперь я окрашиваю только тот, который начинается чуть дальше. Вот этот вот следующий. Теперь только ему. Ой, я промахнулся, кажется, краской немножко. И потихоньку. Так, сейчас надо сразу навести его побольше. Что-то я немножко мало сделал красочки. Ну, вот так получается у нас с вами между двумя красками есть небольшой отступ. Будут моменты, ребят, тоже это интересная такая головоломка, где два цвета соединятся. Запросто может быть такая ситуация. Вот. Сейчас расскажу, что с ней сделать. Ну, как он мне размок. Хорошо сразу. И не скажу, что одна красочка взята. Вот это один из принципов заполнения. Ну, можно его назвать шахматная. Если помните, шахматная доска, на ней клеточки. Продолжение следует...